В Подмосковье растет число желающих пройти службу по контракту. В регионе доступны занятия по довоенной и начальной военной подготовке. А кому они могут пригодиться? Сегодня узнаем. Вы смотрите интервью 360. Со мной в студии директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков. Здравствуйте. Добрый день. На ваш клуб возлагается огромная миссия. У вас есть курсы довоенной и начальной военной подготовки. Правильно? Ну, скажем, одним термином, кто как называет, либо начальная военная подготовка, либо довоенная подготовка. В моем понимании, с учетом того, что мы даем и чему учим, и после наших все-таки курсов многие уходят в зону специальной военной операции, наверное, это уже все-таки военная подготовка. С учетом моего боевого прошлого, боевого прошлого, всех инструкторов, которые трудятся в клубе «Ярополк» на благо того, чтобы научить всех желающих, как правильно уметь защищать Русь-матушку. Поэтому, скорее всего, я больше привык за все это время говорить «довоенная подготовка». А давайте разберемся в терминологии. Чем отличается довоенная подготовка от начальной военной подготовки? В моем понимании, начальная военная подготовка, она связана, наверное, с возрастом 14-16 лет, то есть 10-11 классов. То есть это люди, которые перед армией, которые в армию уходят, они уже должны понимать и знать, что такое «АЗВИ». В понимании, допустим, то, что мы делаем в «Ярополке», там все-таки, наверное, довоенная подготовка, потому что у нас средний возраст, ну, наверное, 35-37 лет. У нас очень многим людям за 30. Кто младше 30-ти, их там можно по пальцам перечитать, ну и несколько человек младше 20-ти. Хотя по нашим требованиям мы всех берем с 17 лет и старше, их всего лишь несколько человек. Поэтому вопрос, наверное, я еще так отвечу, что тут все зависит от того, как ты качественно будешь преподавать. Начальная военная подготовка, безусловно, наверное, какие-то азы автомата, то есть ты знаешь тактико-технические характеристики, скорость полета пули, количество боеприпасов, сколько магазин. Как он разбирается, собирается. Вот, это, наверное, начальная довоенная подготовка. А довоенная подготовка – это уже, наверное, когда ты берешь автомат и начинаешь учиться из него стрелять. Ну, я вот своими словами скажу. Военная подготовка – это уже, наверное, когда ты этот автомат применяешь уже в уроках по тактике. Поэтому сейчас, я, наверное, вам так сказал, начальная, довоенная и самовоенная. Военная сама подготовка, это уже естественно у профессиональных военных, которые в том числе и сейчас находятся на рубеже защиты нашей страны. Расскажите про поддержку правительства региона. В чем она заключается? Вообще, я изначально начну с начала мобилизации. Мы открыли уроки сразу через буквально 5 дней после начала мобилизации. Все это начиналось и до сих пор идет в нашем клубе, но сейчас мы глобально выросли. Первоначально, естественно, поддержала нас администрация городского округа Красногорск, Дмитрия Владимировича Волкова, которого возглавляет. Мы купили часть макетов автоматов, часть макетов гранатов, а после этого Главное управление региональной безопасности уже прям хорошо так включилось. И периодически, в том числе, даже на данный момент помогает нам именно с атрибутикой. Простите, у меня послушалось, вы сказали про гранаты. Да, макеты гранат. Макеты гранат, да. Мы купили, то есть, когда администрация городского округа Красногорск не было субсидией на эту математику, мы приобрели именно макеты автомата и макеты гранат. А после этого Главное управление региональной безопасности Московской области включилось по полной. То есть, на данный момент у нас около 28 макетов, в том числе есть макеты снайперской винтовки Другунова, много макетов гранат, у нас много достаточно разгрузок, они все оборудованы. Сейчас мы в эти разгрузки уже дополнительно заказываем бронеплиты, чтобы наши воспитанники ощущали весь тот вес снаряжения, в котором приходится бегать, прыгать и воевать. В том числе мы приобрели даже страйбольный миномет, который на 500 метров бьет нас инструктора, а не все боевые офицеры. Есть те, которые в зоне специальной военной операции проходили службу. Есть кто в 90-е годы, много горячих конфликтов прошли. В том числе у нас лекции по артиллерии читает один человек, тоже заслуженный полковник в отставке. Они все, наши воспитанники, знают, как правильно обращаться с бусолью, как наводить систему координат. Это, поверьте мне, не стрельба из автомата, это более тонкая и точечная наука стрельба из артиллерии. Там надо знать и математику, геометрию, и, скажем, физику. Еще раз повторюсь, если не будет пополняться материальная база, занятия будут на одном уровне. Мы стараемся каждый раз наши занятия модернизировать. То есть добавлять туда какой-то аспект, чтобы это все приблизить к боевым действиям. А в 2024 году что-то новое планируете ввести тогда? Сейчас тактика у нас стрельбы идет как в помещении, как и в лесистой местности уже с применением холостых. То есть есть специальные шумовые, так скажем, боеприпасы, которые мы закупаем. Мы договорились с воинской частью Николы Рюпина, соответственно, даются холощенные автоматы с насадкой. И для человека это немаловажная роль пройти именно этот психологический момент, потому что многие боятся разрыва, взрыва. То есть ты когда стреляешь, люди по инерции начинают автоматом бросаться. То есть автомат должен четко смотреть в одну цель, и несмотря на какой это шум, который будет исходить из твоего автомата, или шум, который будет прилетать в тебя в боеприпасах, ты должен стрелять четко и метко. Это тоже психологический момент. И вот мы сейчас учим всему этому. То есть у нас сейчас этап такой, что вот они перешли как раз на стрельбу с холостыми боеприпасами. Но, повторюсь, прежде чем они перешли на стрельбу с холостыми боеприпасами, они прошли около 120 уроков холостого тренажа, всяких лекций. Холостой тренаж, он в нашем аспекте подразумевает следующее. Как работа с автоматом, то есть, чтобы вы тоже понимали, стрельба из автомата, она, это вы не увидели автомат, взяли и сразу начали стрелять. Процент точной стрельбы зависит именно от холостых тренировок. То есть автомат разряжен, тебя учат правильно, как ты его берешь, как ты его перезаряжаешь, как ты с ним обращаешься, как ты его держишь. Это 75% холостой тренаж. Что значит холостой? То есть без выстрелов, но ты как бы тоже нажимаешь спусковой крючок, смотришь, чтобы наводились в одну и ту же цель, и мы тоже добавляем различные, наверное, какие-то шумовые моменты, воздействия на человека, который держит автомат, чтобы он не на них не отвлекал. Граната взорвалась рядом, да? Ну, в том числе страйбольная. Мы используем очень много страйбольных гранат, потому что все равно, а как ни крути взрыв, и благодаря этим моментам мы их учим, чтобы они все-таки были сфокусированы на цели. И не отвлекались. Да, да. И так вот, повторюсь, прежде чем выйти вот сейчас на урок холостой стрельбы, они прошли очень много холостого тренажа как с автоматом, так же, как холостого тренажа в тактике. Вот. Тактика в лесу и вообще тактика в здании, это, знаете, ну это, в моем понимании, еще раз повторюсь, в бою выигрывает не первоклассный стрелок, а первоклассный тактик. Как ни крути. А к вам может прийти любой, да? Абсолютно любой, да, но есть система проверки определенная. А, проверка какая-то есть? Ну, конечно, в первую очередь гражданин Российской Федерации. Как ни крути, да. То есть с какими-то документами. Ну, да, если человеку понравилось, он заполняет документ, что он становится членом клуба «Ярополк», делает ксерокопию паспорта, ну и, соответственно, заполняет данные в анкете и пишет номеру телефона, к которому привязан его паспорт. То есть для нас это главный момент, потому что периодически иногда так побаиваемся, что какие-нибудь засланные казачки будут с другой стороны. О, а такое бывало? Ну, как, вы видите, что происходит периодически. И полеты беспилотников, и полеты вот этих дронов «Камикадзе», и в том числе этот теракт, это же все на нашей территории, значит, по-любому здесь кто-то ездит. Мне машину раза два или три прокалывали мою. Все знают, на какой машине езжу, какой проект в клубе «Ярополк» начал существовать с точки зрения поддержки специальной военной операции. Вот мы это продвигаем все. И мне, если честно, самому это очень безумно нравится, потому что я, в принципе, сам офицер запаса. И я даже всем своим воспитанникам говорю, которые вот по единоборствам, да, у нас с новой спорта все-таки это единоборство, есть такое правило, кто обучает, учится вдвойне. Поэтому даже сейчас я свою голову, наверное, уже прорабатываю таким образом, что мне намного комфортнее, может быть, даже, чем было в те годы, когда я служил. Потому что все-таки это доля ответственности, во-вторых, я обучаю, а это двойная доля ответственности, когда ты все-таки обучаешь ни одного, ни 10, ни 20 человек, а за это время у нас более 700 человек, человек прошло, более 700 и более 70 в зоне специальной военной операции. Скажите про занятия, уроки. Мы обучаем, работаем малыми группами, если брать глобально, то зачистка и ведение боевых действий в городской среде и, соответственно, в лесу. В принципе, что сейчас встречается в зоне специальной военной операции. На данный момент, конечно, больше в лесистой местности, но и, соответственно, встречается еще и городская среда. Поэтому мы разбили на несколько таких аспектов. У нас есть как, допустим, тактика в лесу, так и тактика в здании. Оно подразумевает под собой какой-то лекционный материал и больше, наверное, все-таки холостого тренажа с точки зрения тактики. У нас есть заброшенный детский садик и, допустим, лес. Потом у нас есть обязательно медицина. У нас преподает как врачи скорой медицинской помощи, которые передают свои навыки именно с точки зрения гражданской деятельности скорой помощи. Также есть у нас боевые медики. У нас вот сейчас тоже был инструктор Василий Гусев. У нас медики, повторюсь, как есть гражданские, так есть и военные. Есть у нас, естественно, артиллерия. А мы вот только сейчас вышли стрелять из миномета, чтобы они наводили миномет, чтобы они выявляли ориентиры. До этого достаточно было много очень лекций по этому направлению. Есть минно-подрывное, минно-взрывное дело или минно-подрывная деятельность, то, как называют. Одно дело бросать гранаты, правильно уметь. Другой момент еще, как правильно ставить растяжки, как обезбереживать. Мы это тоже учим. Сейчас вот начали развивать направление с коптерами. То есть у нас два коптера есть, сейчас еще два приобретем, и начнутся уже стрельки и полеты. Есть военный психолог, он читает лекции свои. Но она такая, знаете, это не постоянный такой предмет, как тактика и стрельба. То есть три лекции отчитает, два-три месяца проходит, она еще раз читает их и показывает. У нее это действующий боевой военный психолог. Вот она со своей точки зрения. Хотя, в принципе, в моем понимании, что я, что мои инструкторы, они тоже в какой-то степени психологи. Потому что кто имеет боевой опыт, передает, и при этом еще, наверное, все-таки мотивирует людей, находя обычные слова в повседневной жизни. В принципе, я считаю всех своих инструкторов психологами. Сейчас, на данный момент, у нас курсы продолжают очень активно в РУЗе. У нас уже 20 уроков произошло. Раньше, если мы в РУЗе начинали с одного раза в неделю, то, соответственно, сейчас уже два раза в неделю. На сегодняшний момент много воспитанников приходит? Ну, вот сейчас стабильно на уроках приходит до 40 человек. То есть 35-40 человек стабильно приходит. Но они же все, в основном, гражданские. Есть военная терминология, пиджаки, когда военные называют гражданских. Они все разных профессий. Кто с Красногорска, кто с других муниципалитетов, кто с Москвы. Есть некоторые, которые с других регионов приезжают, чтобы здесь обучиться. Есть у нас еще также промышленный альпинизм. Это все, что связано с веревками. То есть они спускаются у меня там с трех-четырехэтажного здания по веревкам. Учатся правильно, как переправлять через реку, как переправлять раненого, как вытаскивать раненого за счет веревки. Сейчас, в ближайшем будущем, все-таки, наверное, договорюсь, что мы съездили уже на стрельбище с применением именно артиллерии. Чтобы они увидели, прям как галбиц Д-30, там, как пион работает. Одно дело, ты маленький миновел сейчас используешь. Прицеливание идентично, как и здесь, на маленьком манамете. Через бусоль, наведение координат и всего в этом духе. Также у нас курс, мы, естественно, продвигаем боевую стрельбу. То есть где-то раз в полтора-два месяца они у меня стреляют. Но, повторюсь, еще раз, чтобы дойти до стрельб, надо 75% тренировки быть с холостым ножом, чтобы ты понимал четко, что у тебя палец в контроль. Потому что случайный выстрел может произойти и в друга, может быть. Это бывает, это боевые действия, это и есть. Поэтому есть такая пословица, даже палка раз в год стреляет. Я периодически своим воспитанникам именно это все и говорю. Не говоря про то, что как вот гранаты носят. Некоторые там поиграют в Counter-Strike, увидят в компьютерной игре, что гранаты вот здесь. Гранаты должны храниться строго, в моем понимании, в подсумке, а не быть на виду. А были такие случаи, что взрывались гранаты? Нет, я просто вам говорю сейчас, что это имеет место быть. То есть тут самый главный момент – это дисциплина и нерасслабление. Потому что это оказывается все-таки на передовой. Человек такое существо, что он привыкает ко всему. И в моем понимании только страх помогает человеку выжить. А как ты переборешь твой страх, это все зависит, наверное, от твоего внутреннего стержня, от твоего настроя. Люди, допустим, приходя к нам, они понимают, что это общество с одними взглядами. И они психологически чувствуют себя спокойными. Даже если там завтра им скажут, вырывают с гражданской работы, им дают автомат, они уйдут, они уже подготовлены. Не то что физически, ну, с точки зрения, как правильно стрелять или обладать тактикой. Они подготовлены, в первую очередь, психологически. А мы стараемся с нашим инструкторским составом все это сделать. Юлия, расскажите коротко о планах. Да дальше все это совершенствовать. Самое главное, чтобы все живые вернулись здоровыми домой. Вот, в планах, в планах, единственный момент, в планах есть, что бы, наверное, на нашем примере открывались люди, общественники. Ну, это, на самом деле, общественная деятельность. А потому что немаловажный момент, почему люди идут, потому что занятия бесплатные. Абсолютно бесплатные. Мы все, я, все мои инструктора, мы жертвуем, там, каким-то временем. Мы все это преподаем. Именно абсолютно бесплатно. Вот. И это немаловажный момент. Поэтому, если брать в планах, чтобы все сейчас, как бы, взялись и смогли это преподать. Но тут немаловажный момент, еще раз повторюсь, что есть два понятия обучения и воспитания. Мы их научим, а они потом свои навыки могут применить в противовес закону и государству. Может быть такое. Это все зависит от человека. Поэтому, как я сказал, что все мои инструктора – это психологи. Помимо этого, во-первых, я всех ввлекаю в жизнь клуба. Это внутренние мероприятия клуба, это волонтерство, это помощь не только семьям мобилизованным, но малоимущим. Это постоянное закаливание, наши мероприятия, что-то еще. Они пропитываются энергией тех стен, которые не находятся. И я знаю случаи за все это время существования уроков подвоенной подготовки, как люди менялись. Есть, которые не меняются, но они, как правило, не задерживаются. Они понимают, куда они попали, понимают, что вектор развития не совпоставим с их вектором. Или с точки зрения ценностей тех же самых. И они уходят. Но их не так много. Потому что люди, как правило, когда приходят в клуб, они уже промониторили многие социальные сети, посмотрели ролики и познают, что примерно здесь есть. Не как в клипе, а как на самом деле наяву. Это, во-первых, отношения. Ну и, соответственно, повторюсь, те же самые ценности. Спасибо вам за интересный, нужный разговор. Я напомню, вы смотрели интервью 360, и со мной в студии был директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков. Спасибо.